Вот сколько мы прошли уже, метров 200, да? Нет, какой 200? 500 метров мы прошли. Ни одного курящего человека. Депутат Госдумы, в прошлом спортсмен, призер Олимпийских игр под зюдо Дмитрий Носов, искренне удивляется. На улицах Сочи действительно почти не курят. Дмитрий Носов – автор ряда поправок в антитабачный закон, который в России вступил в силу два года назад. В Сочи приехал посмотреть, как этот закон исполняется. Тем более, что много слышал о том, что курорт первым в стране вступил на путь борьбы с курением. Выпустив в хартию «Город без табака». Я сейчас хочу пройтись с инспекции, посмотреть, насколько соблюдается закон. Спустя уже официально год, практически с завтрашнего дня, это будет вторая часть закона, как вступила в силу. Самое, скажем так, болезненное для курильщиков – это по поводу заведения в основном. Вместе с главой города Анатолием Пахомовым Дмитрий Носов прошел по центральной набережной. Заглянули почти в каждое кафе, были приятно удивлены. В ресторанах запах табака сменил запах кофе и свежей выпечки. И так уже год. Сотрудники заведения отмечают – клиентам стало комфортнее отдыхать, а персоналу работать. Не курящий этот год, я думаю, для многих заведений стал более успешным, в том плане, что гостей стало больше. Персонал гораздо легче работает, даже настроение улучшилось. У нас не курят. Теперь это правило всех заведений общепита Сочи не отталкивает, а напротив, только привлекает клиентов. Пепельницы навсегда исчезли со столов даже на открытых верандах кафе и ресторанов. Результаты этой уже четырехгодичной работы, они налицо. Если и курят у нас, то это очень случайные люди. Чаще всего это приезжие из других городов. Но наши жители, наши правоохранительные органы, наши молодежные организации делают замечания. И, в общем-то, город действительно без табака. Пройдя за почти два часа больше пяти километров по Сочи, в общем, мэр и депутат Госдумы встретили лишь трех курильщиков. Такого результата просто не ожидал, признался Дмитрий Носов. И это очередной пример, что когда хочешь, можно. Потому что везде я постоянно слышу отговорки. Закон исполняется лучше, чем где я либо видел. В России, ну и, возможно, даже и в мире даже. В таких странах, как Сингапур, Япония. То есть вот на одном уровне Сочи стоит. А в завершении рейда Анатолий Пахомов и Дмитрий Носов присоединились к группе активистов, которые во Всемирный день отказа от курения устроили уже традиционное антитабачное шествие. Мы хотим дышать свободно! Мы хотим дышать свободно! Молодежь города еще раз напомнила, жители Гуфти-курорта должны дышать только свежим воздухом. Призывали бросать курить и продолжать держать марку самого некурящего города в стране. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.